Все, записываемся. Ну что, всем добрый вечер, у кого-то доброе утро. У нас очень много разных часовых поясов, поэтому я со всеми вами здороваюсь. И спасибо вам, говорю, за то, что вы пришли на нашу коктейльную вечеринку. Такие вечеринки мы проводим два раза в месяц. Для чего? По вашим просьбам, по тому, что вы делаете запрос. И мы такая компания Кураклаб. Кстати, нам 22 года уже. Я работаю в компании 11 лет. Немножко представились. Меня зовут Татьяна Юнакова, я эксперт по здоровью. Что это значит? Знаю все о физиологии. Живем 11 лет, лично я, без аптек и без врачей. Я всегда говорю, там, где врачи бессильны, сильна я. Потому что знать физиологию – это сильнее, чем знать медицину. В наше время это особенно актуально. И когда меня врачи, мне всегда говорят, Тань, слава богу, что ты не врач. Потому что нас, врачей, научили разбирать организм на запчасти. И гинеколог смотрит свою дырку, стоматолог смотрит свою дырку. И вот эти вот взгляды не сходятся, не совпадают, понимаете? Не видно общего, так скажем, общей картины. А на самом деле организм – это самовосстанавливающая система. И много лет жили с этими понятиями физиологии. И знания, которые мы с вами передаем друг другу через эти вебинары, кому-то повезло побывать на живых наших школах, то есть до локдауна. Вот. И сегодня тема называется «Наша коктейльная вечеринка». Почему именно так? Потому что часто люди приходят, и мы на других встречах «Три шага к здоровью», вы знаете. У нас они были на прошлой неделе, и у нас они будут еще на следующей неделе, 25-26 числа, 25-19 по Москве, 26-11 по Москве. Вот. И часто задается вопрос «Таня, все понятно». Ну, нашим всем экспертам у нас сегодня будет коллаборация экспертов. С каждым из них мы с вами, мы познакомимся с вами. Вот. У всех огромный опыт. То есть у нас здесь чисто практики, у нас нет здесь теоретиков, да? Вот. У каждого есть свои результаты по здоровью. И все говорят «Окей, по физиологии все понятно». Второй вопрос. Чем кормить организм? Какие вы рекомендации даете по питанию? Мы часто говорим, что мы не имеем права лезть в ваши тарелки, если вы только очень сильно сами не захотите. Но в основном люди разные, и вы знаете, у каждого человека есть свои предпочтения. Кто-то живет на севере и питается исключительно там мясом, ну, в общем, тем, что есть, да? Вот. Кто-то живет в Таиланде, и там исключительно фрукты, да? Кто-то не любит фрукты, есть исключительно овощи. Но здесь важно понимать, что организму все равно, где мы живем. Он не знает, он не видел ни разу карту и Атласа. Ему нужно только одно – чтобы работали наши органы, чтобы работали наши 12 систем. У нас есть выделительная, репродуктивная и так далее, и так далее. Да, систем у нас их 12. И ему важно, чтобы каждый орган в этот день получил какой-то строительный материал. Вот. И сегодня мы с вами поговорим о вот этом строительном материале, но я хочу небольшой анонс. Сейчас мы увидим картинки, и я вам скажу, о чем мы сегодня с вами поговорим. И первое – очень тема меня волнующая, потому что я пришла сюда молодой и красивой. Я выглядела хуже, чем я сейчас. Сейчас мне 38, я пришла в 26, но тогда я выглядела гораздо хуже, чем сейчас. И теперь моя задача – я поняла, что я раскопала секрет долголетия, что я вообще никогда не состарюсь. Надо начинать, наверное, какие-то вносить вредные привычки, иначе, наверное, никогда не умру. Вот. Поэтому вот вы видите фотографию актрисы. Все мы ее знаем. И здесь секретик – как прибавляю годы, не менять тело, как выглядеть лучше. Особенно нам, женщинам, потому что мы имеем свойство рожать. Я уже троих родила, мне еще не стоит задача по роду родить. Вот. Поэтому надо не разводиться. Следующую картинку мы с вами увидим. Мы с вами смотрим, как накормить деток. Я, как мама троих малышей, однозначно знаю, что кормить, как вводить первый прикор малышу, потому что многие мамочки сходят с ума на всех этих формах варить самой. Или давать что-то из баночек. А углеводы? А сахара? А сахара? А броккори? А булки? И так далее. Второе. Чем кормить детей, которые растут непонятно по часам? Я вот своих детей отправляла в садик. Ой, в садик, в лагерь. Они уже взрослые. Малая в садик, осталась в лагерь. Вы знаете, они приехали из лагеря, такое ощущение, что они выросли на метах. Но это огромные мужики приехали. Соответственно, я должна понимать, из чего построился их организм. То есть, ну, не из воздуха же, не из моря же он построился, из какой-то еды. И это очень важно. Также очень много ко мне обращаются, и к нам, ко всем, к экспертам. К сожалению, 21 век он такой. Очень много рождаются деток с особенностями. Это и ДЦП, это и солнечные детки с синдромом Дауна. Это и, в общем, разные. Аутизм и так далее. И вот чем кормить таких детей, которые даже ложку держать не могут, в них еду не запихнешь и так далее. И еще, конечно, момент школьное питание. У меня два ребенка-школьника, и я прекрасно понимаю, что они придут в столовую, что-то там мешают и уходят абсолютно голодные. Еще там между кружками, между секциями надо что-то поесть, да, ребенку и так далее. Итак, на следующей картинке мы сейчас с вами посмотрим, о чем мы еще сегодня с вами будем разговаривать. И, конечно, это про легкое энергичное питание, потому что в наше время у нас нет возможности тратить много времени на еду. Век такой быстрый, такие скорости, такие энергии, что нужно перекусить на ходу чем-то вкусным. И, конечно, это не кефир с булкой, потому что, сами знаете, после кефира с булкой это сильно углеводная еда. После нее только спать хочется, а нам нужно дела делать. Также спортивное питание. Вы видите, что есть отдельные спортивные магазины. Люди, которые на спорте, профессионально или непрофессионально, это не сильно важно, но они очень четко следят за своим питанием. Какую-то грудку, какую-то гречку, что-то еще и так далее. То есть мы сегодня тоже об этом поговорим. На следующей картинке мы сейчас с вами видим, о чем мы еще сегодня с вами поговорим. Это, сейчас у нас картинка перелеснется. Вот, это моя самая любимая тема, потому что так, как мы с вами выглядим, это наши волосы, это наши зубы, это наши ногти, это наше состояние кожи лица. Вы знаете, когда 26 лет не могла выйти на улицу вообще там, в магазин без слоя тонального крема, потому что были проблемы по здоровью, я понимала, что это некрасиво для девушки. И когда я вижу взрослых, то есть подросток это все объясняет, и мы не придираемся к этому. Но когда это взрослый человек, выше 20 лет уже, и когда у него проблемы с лицом, но это говорит о том, что человек не следит за собой. Вот не следит он за собой, у него внутри какая-то грязь, об этом мы говорим на шагах по здоровью, и вы либо болото, либо чистый горный ручей. Вот чем питаться, чтобы у вас были такие здоровые волосы, зубы и ногти. Следующий момент. Конечно, и я, и все мы, и все вы часто отказываемся в дороге. Неважно в какой. Просто по городу перемещаемся, из дома уехали с утра, вечером только вернулись. Какая-то офисная еда, самолеты, поезда, авто, путешествия, всегда возникает вопрос, что такого взять в дорогу вкусного и полезного. Во-первых, чтобы наесться, во-вторых, чтобы не уснуть за рулем, и в-третьих, чтобы не было проблем с ЖКТ. Потому что все мы знаем, что вот эти сбои в питании, мы потом нормально не можем прийти в чувства. И следующее, про что мы с вами сегодня поговорим, сейчас я вспомню, и у нас там есть определенный план. Ой, такая тема животрепещущая. Очень много сейчас после вирусов, известным вирусом в мире, все по ней. Да и в принципе, инсульты и факты никто не отменял. Чем восстанавливаться? Потому что болезни никто не отменял, они будут, и, наверное, они должны быть, потому что это вирусы, мы должны с ними бороться. Но чем восстанавливаться? Чем кормить печень? Чем кормить легкие? Чем кормить сердце? Сосуды и так далее. Потом очень много проблем у нас, конечно, с ЖКТ. Опять же, я говорю, ваши проблемы, наши проблемы, которые чаще всего вываливаются на нас, как на экспертов по здоровью. Следующий момент, бывает такие, сейчас, кстати, видите, брекеты стали очень популярны, но они не сейчас стали популярны последние пять лет, потому что они стали доступны, и люди поняли, что зубы – это красота, и меняют, и виниры, и брекеты, и так далее. Но сразу возникает ограничение в еде. У меня была ситуация, когда я вырывала зуб мудрости, и ничего не могла есть. Ничего. Только похудела 10 килограмм, но пюре вроде не лезла. А что делать? И об этом мы сегодня с вами поговорим. Так, по-моему, все. Сейчас я гляну на следующую картинку. По-моему, все, что я хотела, я озвучила из анонса. Вот. И я сейчас хочу вам представить следующего члена нашей коллаборации экспертов. Эксперт с большой буквы, с большим опытом и стажем. Вы знаете, мы сейчас с вами начнем с АЗОП. С первого класса. И красиво вам об этом расскажет эксперт по здоровью с огромным стажем. 20 с чем-то лет, да, по-моему, Снежан? Снежана Новикова, город Воронеж. Встречаем. Да, привет, привет всем. Да, Данюш, абсолютно верно. Темой здоровья я занимаюсь уже больше 20 лет. И я не просто теоретик, я практик. Я, прежде чем людям рассказывать о какой-то технологии, всегда это испытаю на себе. Даже последнюю нашу лимонную куловаду у меня тысячу людей уже поспрашивали о том, что, Снежана, что это такое? Я говорю, ребята, пока сама не пройду, рассказывать не буду, да. Вот. Поэтому все через себя пропускаю. И, естественно, когда я с людьми разговариваю, я говорю о том, что, ребята, мне скоро 50, я 72-го года выпуска. Вот. И я считаю, что я для своего возраста выгляжу шикарно. И чувствую я себя гораздо лучше, чем свои даже 20 лет, потому что, когда мне было 16, мне вырезали щитовидку. Вот. И 10 лет гормональной терапии и ужасных воспоминаний. Даже мне об этом сейчас и не хочется говорить. Так вот. Я сегодня начну с вами разговаривать о системе маленьких шагов и об очень интересной теме. Давайте подключим слайды и посмотрим. Сейчас, секундочку одну. Итак, посмотрите вот на этих двух девушек. Ну, я уже сказала про себя, да, что я 72-го года выпуска, то есть мне скоро 50, соответственно, эти девушки тоже одного года выпуска. То есть они ровесницы. Но смотрите, как по-разному они выглядят. И кто-то из вас, конечно, скажет, ну, это генетика, это там воспитание, кому-то повезло, кто-то родился в богатой семье, кто-то не в очень богатой системе, семье. Я даже с вами где-то чуть-чуть соглашусь. Я соглашусь вот в каком аспекте. Смотрите, вот девушке, которая справа, вот в этом неком коричневом наряде, такая стильная, молодая и красивая, повезло только в одном. Она родилась у умных родителей. Не факт, что они были богатые, но то, что умные, это безусловно. Почему? Потому что с детских лет они, девушки, привили правильное отношение к жизни. Скорее всего, там присутствовал спорт, скорее всего, там уже с детских лет присутствовали диеты, девушку не баловали углеводными какими-то вещами. Вот, то есть девушка была воспитана правильно. Что такое правильно, мы сейчас с вами поговорим. И вот эта система маленьких шагов, вы знаете, вот наш мозг, он так устроен. Он нам говорит так, что выбирать надо то, что проще, то, что вкусно, и то, что приносит сейчас нам удовольствие. А то, что после этого мы будем страдать, вот это, знаете, как ли, ну это потом, это завтра. То есть каким образом это происходит? Ну, например, у вас есть возможность взять из дома готовую еду, но это же, знаете, как это, стрёмно, в маршрутке ехать с большой сумкой, потом это в офисе где-то разогревать, потом это где-то находить место, чтобы всё это скушать. Ведь гораздо проще же пойти в Макдональдс или в какую-нибудь забегаловку там быстрого приготовления, всё это купить готовое и поесть, да? Вот. На самом деле я вам хочу сказать, что приготовленная еда, она всегда отличается от домашней еды. Всегда, ребят. Не испытывайте иллюзии. Даже если это какая-то кулинария, и там по вкусу так всё вкусно, я вас уверяю, там столько всего добавлено, чтобы вам было вкусно, что посмотрите, почитайте состав. Я, например, купила недавно печёночный торт, в котором я никогда не знала, что можно добавлять столько хлеба в печёночный торт. А так как я в этой жизни избегаю углеводов, я практически весь этот торт печёночный выбросила на помойку. Вот. Так вот, система маленьких шагов. Когда мы с вами выбираем не то, что полезно, а то, что нам хочется. Мы выбираем, например, посмотреть сериал без того, чтобы почитать умную книжку. Мы выбираем, например, поваляться на диване вместо того, чтобы сходить в спортзал. Мы выбираем пойти с подружками на вечеринку и там попить пивка, например. Ну, что вы их отдаете? Я так иногда поступаю. Но если это в системе, мы выбираем постоянно это вместо того, чтобы какой-нибудь коктейль с сельдереем сделать себе и выпить, то мы в результате и имеем вот такую колоссальную разницу. И мы потом сидим такие и говорим, ну, конечно, этой девушке справа ей сильно повезло. Вот. Нифига, ребят. У этой девушки просто большое, колоссальное вложено труда в себя. Понимаете? То есть она с тобой ухаживала. Больше того, я вам могу сказать, что есть такой профессор, академик Вернадский, и он в свое время доказал, что на планете Земля жизнь вообще обусловлена, и живут на ней белковые тела. Что такое белковые тела? Это вот такие вот подтянутые, поджары, у которых мышц больше, чем жира. А вот такие вот, которые с левой стороны, это углеводные тела. Понимаете? И что это такое, я вам сейчас расскажу. И начнем мы, как и Татьяна обещала, с азов. Что такое азы? На самом деле мы на 70% состоим из воды. И многие люди почему-то думают, что вода – это кровь, лимфа, например, наша. На самом деле кровь и лимфа – это всего лишь маленькая часть. Это вот 2 литра всего эта лимфа и 5 литров – это кровь. А вот где же основная вода у нас находится? Основная вода в организме у человека, который примерно 70 кг, находится в межклеточной жидкости и находится во внутриклеточной жидкости. Понимаете? То есть это вот все остальное, что вокруг наших клеток плавает. Так вот, эта вода должна быть чистая по умолчанию, для того, чтобы наши клетки чувствовали себя великолепно. И понимаете, вода должна попадать внутрь клетки, туда с этой водой попадают питательные вещества, и они должны оттуда, переработав, все это выкинуть обратно в наше межклеточное пространство. И вот здесь, вот здесь есть такой замечательный пример. Вот пусть у вас останется эта картинка, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Если представьте себе трехкомнатную квартиру, евроремонт, который шикарный вид, я не знаю, на океан или на море, или на горы, на что вам ближе, на лес, неважно, но на природу. В этой квартире есть все, отопление, горячая вода, я не знаю, ванна, душ, посудомоечная машина, мягкая там спальня, огромные окна на весь потолок, ну все в этой квартире есть, понимаете, но самое главное для женщин, это там есть мужчина холостой, который ждет женщин в этой квартире. Вы представляете, как женщины будут слетаться в эту квартиру, ну просто вот нарисуйте себе картинку. Так вот, в нашем организме вот такой квартиры шикарной с евроремонтом представлены внутренности нашей клетки в каждой, их триллионы в нашем организме, и в каждой такой клетке сидит мужчина и ждет женщин. А кто же в данной ситуации женщины? А женщина в нашем организме в данной ситуации это вода, и она будет стремиться попасть внутрь этой клетки при условии, что там есть этот мужчина, а мужчина это белок. Если белка нет внутри клетки, вода туда не пойдет, понимаете, ребят? И получается ситуация, что у нас люди мало того, что а, не допивают воду, так б, многие люди начинают пить неправильную воду, и главное самое, что люди пьют много воды, но все равно при этом отекают. Почему? Да потому что белка не хватает, потому что наши люди, понимаете, они предпочитают, ну вот, лучше съесть пиццу, лучше съесть пасту, вместо того, чтобы съесть кусочек мяса. И когда я разговариваю, например, с некоторыми мамочками, для которых очень важно здоровье их ребенка, они приходят и говорят, я не знаю вообще, что делать, у нас ребенок постоянно болеет, и я им говорю, а расскажите мне, чем вы кормите вашего ребенка? и начинаются, ребят, мне начинают рассказывать примерное меню маленького человека. Утром несквик с молоком. Казалось бы, полезная еда, потом растишка, потом сок апельсиновый, потом, например, сырок творожный, да, там, и еще что-то такое. Вроде бы все полезное, вроде бы все с витаминами, но когда я начинаю говорить о том, что все, что вы перечистили, все это не имеет никакого отношения к строительному материалу, у меня мамочки находятся в шоке, говорят, так, так, такого просто быть не может. Смотрите, наши белки в организме, да, это вот это вот с левой стороны молекула белка, она строится из аминокислот, аминокислоты соединяются минералами, минералы поджигаются витаминами, и все это под воздействием ферментов закручивается в цепочке, то есть вот те самые белки, из которых и строится организм человека. Мы можем получить белки уже в готовом виде, но откуда мы этот белок можем взять? Только из еды, которая содержит белок. Вот на данном экране вы видите, да, то есть это индейка, грудка, куриная грудка, яйца, мясо, сыр, молоко, рыба. Что из этого вы и ваш ребенок употребляете каждый божий день? И второй вопрос, в каком количестве вы это употребляете? Я просто даже знаю по себе там и по моим деткам о том, что когда я им говорила, ребята, давайте скушаем котлету, или там давайте скушаем мясо жареное, они говорили, не-не-не-не-не-не-не-не-не, мама, давай вот лучше картошку и макароны, но в крайнем случае это сосиска была. Что такое сосиска? В ней нет мяса, ребят. И вы знаете, я, например, по себе знаю, я человек, который воспитан на углеводной диете. Меня настолько вот родители, мои бабушка там воспитала в таком духе, что картошечка с лучком это самая вообще божественная вещь жареная, да, о том, что пироженка с чаем, печенька с чаем это самое лучшее, что есть. И, конечно, мне очень тяжело слезть с этой углеводной зависимости, но, ребят, узнав секреты того, как быть здоровой, красивой и молодой, я очень долгое время себя перестраивала. И я вам хочу сказать, что это возможно, с этой иглы слезть можно с углеводной. Как начать есть полноценный белок? И не всегда это поедание мяса, всегда можно упростить задачу. Как, например, в нашей компании есть шикарный коктейль, который содержит в себе большое количество аминокислот и белка. И вот об этом вам сейчас расскажет девушка, которую я знаю уже больше 20 лет. Она такая же, как и я, она практик, она не теоретик, она все на себе испытывает. И вы сейчас посмотрите на нее, и я вам хочу сказать, что за 20 лет, сколько мы с ней знакомы, она не то, что не поменялась, она изменилась в лучшую сторону. Мне кажется, что она с каждым годом становится все только моложе, моложе и моложе. Поэтому встречайте наш эксперт Ирина Александрова. Спасибо, Снежана, за такой промоушен. И сейчас нужно показывать не коктейль, а мою фотографию, потому что люди не верят, наверное. Но я хотела бы, конечно, поговорить. это на самом деле так, я пришла на почти 10 килограмм больше вес, и у меня были проблемы с кожей, у меня были разного характера проблемы, но сейчас, наверное, хотелось бы поговорить о коктейле, потому что, если начну говорить о результатах, то, ну, не остановлюсь, наверное. и что, у нас коктейль, он потрясающий. Вот Снежана рассказала о белках, о важности белков, и вот альтернатива, и как восполнить недостаток белка, если нет, ну, желания, например, есть мясо. Вот посмотрите, у нас есть коктейли Daily Delicious, и компания так сформировала состав, что там три вида белка, для чего это? Для того, чтобы вы смогли получить насыщение, быстрое насыщение, и при этом иметь долгое время, не иметь чувство голода, то есть, потому что разный белок по-разному усваивается, разное количество времени. И еще в нашем коктейле есть 11 нутриентов. 11 нутриентов, но мне не хотелось бы сейчас перечислять, вы и так их видите на слайде, я, знаете, с какой стороны хочу зайти, вот когда вы, ну, наверняка вы когда-то сталкивались с вопросами, ну, там, у себя или у кого-то из знакомых, повреждения или выпадения волос, и вы можете даже мне писать сейчас в чате, у кого такие вопросы возникали, ну, либо у вас, либо поблизости, так можете мне плюсики ставить, либо, возможно, у вас встречался вопрос с повреждением ногтей, расслоение ногтей, когда происходит, еще я знаю, что девушек в основном волнует вопрос равномерного загара, вот у меня такое было, я загорала, как розовый поросенок, ну, то есть теми местами, которыми можно было повернуться к солнцу, и вот в том месте, да, Таня, я вижу, что не только у меня такие вопросы возникали, и вот вопрос, как загорать так, чтобы загар ложился равномерно, очень многих волнует, не всегда понятно, как это, ну, кто-то говорит, что это конституция, кто-то говорит, что, ну, там, генетика, да, вот, то есть вот такие моменты, а еще вопросы с растяжками на коже, и вот все, что я перечисляю, еще вот Таня сказала в самом начале, что не могла без тонального крема выйти на улицу, вот у меня тоже был момент, когда на коже такие покраснения на лице, говорят, что сосуды близко расположены, и нужно использовать тогда либо тональный крем, либо BB-крем, ну, чтобы выровнять тон, да, и у меня это было точно, и сейчас, вот, представляете, я не пользуюсь BB-кремом и другими тональными кремами уже несколько лет, нет необходимости, я не могла поверить в то, что это происходит, но, в принципе, вот весь мой рассказ, он к чему, к тому, что, да, растяжки бывают не у всех, но они бывают, потому что, когда такие вопросы беспокоят, человек, ну, начинает задумываться, какие витамины поедет, так, отлично, коллаген в нашем коктейле, он другой, не промарин, но он потрясающий, его производит ведущий производитель Германии под торговой маркой Вересол, вы можете сейчас запомнить и загуглить, и посмотреть, что это за коллаген, он очень быстро устраивается, и вот там у вас сейчас на слайде вы увидите картинку, где было показано, как работает наш коллаген, то есть, сначала первая картинка, там, где на коже уже, ну, когда недостаток коллагена в организме, вот, да, видите, такая бугристая картинка, и вот где такие ямки, то это как раз проседает то место на коже, где недостаточно коллагена, и наш коллаген Вересол, он как раз выравнивает, то есть, упругость кожи улучшается, и, ну, представьте, что он еще и работает так на сосуды, то есть, он, ну, так как это соединительная ткань, это и наши сосуды тоже в том числе, и вот этот вот коллаген, он уже есть в нашем коктейле, его не нужно дополнительно покупать, дополнительно пить, то есть, вы сразу охватываете разные вопросы, и дальше многих интересует, какой подсластитель, либо есть ли сахар в нашем коктейле, вот я хочу сказать, что на следующем слайде, наверное, мы увидим, что подсластитель называется эритрит, не увидим, значит, я вам просто расскажу, эритрит, это подсластитель, который, вот только вдумайтесь, ноль калорий, ноль гликемический индекс, не вызывает кариеса, буквально транзитом проходит, то есть, он усваивается в такой форме, в которой также и выводится, но при этом по вкусу очень близок ко вкусу сахара, то есть, это привычный вкус для людей и которые, ну, например, не привыкли пить коктейли, привыкли обычные какие-то сладости есть, вот такая альтернатива заменителю, и плюс еще стевиозид, это растительный натуральный сахарозаменитель, который также улучшает вкус, четыре варианта вкуса, и это напоминает, ну, какое-то мороженое из детства, если сделать с молоком, например, приготовить шоколад, ваниль, малина и апельсин манго, и вот такие вкусные коктейли, они дают нам возможность и строить тело, и помогать решать какие-то вопросы по здоровью, при этом, смотрите, не содержит ГМО, не содержит глютена, натуральный легкий вкус, быстро наводятся, и я бы еще хотела ваше внимание обратить на то, что в нашей линейке есть еще Daily Delicious, есть вкусная клетчатка, и клетчатка называется High Fiber, и сейчас я хочу передать слово Наталье Грибановой, я знаю, что это тоже, кстати, не случайный человек здесь, у нее огромный опыт и много знаний в плане питания, и она, я знаю, что у нее есть наработки и особое отношение к нашей клетчатке High Fiber, Наталья, включай микрофон, и мы тебя послушаем сейчас. Ирина, благодарю за представление, меня слышно, тут меня выбивало несколько раз из нашей конференции, вот сейчас пока слушала Ирину, честно могу сказать, у меня такое обильное слюноотделение началось от всех этих вкусностей, которые Ира так раз расписывала, действительно обожаю наши коктейли, и когда у нас появился вот такой вот вкусный коктейль High Fiber, ну, для меня это, например, было замечательно, так вот, когда появилась до того момента, как появилась эта вкуснющая клетчатка в нашей компании, ну, все же были уже наслышаны о том, что клетчатка это полезно, да, клетчатка нерастворимая, она работает как сорбент, как щеточка в нашем кишечнике, и в свое время мы покупали всякие отруби, какие-то там штуки, которые отруби эти содержали, лопали их потом ложками, добыть клетчатку растворимую, которая является питательным компонентом для нашей дружественной микрофлоры, было еще более проблемно, и здесь, вы представляете, нам очень повезло, что присутствуют оба, оба вида этой клетчатки, и растворимая, и нерастворимая, плюс, знаете, какая, ну, вот даже глядя на эту картинку, она необыкновенно вкусная, вот эта вот вся фруктовая композиция, я сейчас про нее рассказываю, у меня вот прям аж вот скулы сводят, тут и сливы, и яблочко, и ананас, ананас всегда считался другом тех, кто хочет тонкую талию и плоский животик, да, сливы тоже всегда, яблочный пектин помогали для улучшения перистальтики, здесь ягоды асай, ягоды черники, то есть богатейший состав по микроэлементам, аминокислотам, ферментам, минералам, витаминам, и вы знаете, вот это все, конечно, слова, красивые, такие, как правильные, умные, но вот я открываю баночку, и она тут, знаете, такая вот, ну, такой аромат от нее, вот одной вот этой вот малюсенькой ложечки на 150-200 миллилитров хватает на порцию, я почему вот сейчас показываю только эту ложечку, я сегодня тут в бегах по городу, не взяла с собой шейкер, готовясь к презентации, навела себе вот в таком стаканчике просто на воде, постояла, чуть-чуть загустела, вкус киселя из детства, я на самом деле очень люблю пить это на воде, не взорвая на то, что у меня нет проблем с перистальтикой, все хорошо, замечательно работает, но приучила всю семью пить это именно на воде, потому что, ну, поздно вечером снижается калорийность, плюс удобно это развести в любом месте, не искать ни йогурт, ни кефир, ни ряженку, не выбирать, кому что больше нравится и кому что подходит, и вы знаете, вкус действительно, вот если это потом заморозить, получится невероятно фруктовое, вкусное мороженое, то есть любой ребенок, у которого есть проблемы с кишечником, дисбактериоз или что-то еще, мой пожилой человек. Она разводит, но мы все равно ничего не можем сделать. Меня слышно, нет? Слышно, Наташа, Снежану тоже слышно. Да, я подумала, что у меня звук пропал, то есть, смотрите, это очень удобно для деток, у которых есть проблемы с пищеварением, у людей, которые перенесли, например, операцию, восстанавливается после этого, у людей пожилого возраста, у которых тоже есть проблемы, с ЖКТ. То есть, на самом деле, ну вот киселек в детстве нам всем давали. И разведя вот таким образом, даже в дороге, даже где-то там на даче, быстро, вкусно, выпиваете, вам не надо уговаривать ни вашу бабушку, ни вашего там внука, сына, дочку, выпить это. Они бегают уже, на запах прибегают, спрашивают, да что, замораживать будем? А давай сделаем десерт, давай делаем там что-то с творогом, добавим ягоды. То есть, это такая палочка-выручалочка, вот когда я в дороге, использую наши вот такие вот пакетики от Курл-Майн, отсыпаю туда просто несколько порций, и вы же сами знаете, когда мы в переезде устали, там что-то съели, не съели, другая вода, другое какое-то время, чтобы быстро помочь восстановиться своему желудочно-кишечному тракту, я обычно, приехав куда-то, или в дороге, вот спокойно навожу это в стаканчик, попиваю, даю тем, с кем я еду, и проблем вообще никаких. То есть, знаете, как вот в той рекламе, выпил, и на утро у тебя стул случается мягко, комфортно, замечательно. Она очень вкусна, и на кисломолочных продуктах, то есть, в качестве иобиотического ужина, да, рекомендую использовать именно на кефирчике, жирненьком, или на ряженке, и тогда от этого будет еще больше польза. Очень любим замораживать, есть это потом, знаете, вот на палочку, или можно добавить в творожный мусс, вот опять-таки, из этой вот баночки прям высыпаете, перемешиваете, настаивается очень быстро, у вас получается легкий десерт в любых походных условиях. Ну, могу еще о ней очень долго рассказывать, но очень хочу же выпить. Будем здоровы, девочки, будем красивы, и для кожи это еще очень хорошо. Да, спасибо, Наталья, что... И сейчас я хотела бы передать слово Елене Субботиной, которая является экспертом в направлении питания альтернативного, и, Лена, включай микрофон, мы тебя послушаем. Все, микрофон включила, спасибо, Ирина. Слышно меня нормально, да? Да. Слышно видно? Да. Я вам расскажу о таких случаях, вот сейчас все прекрасно рассказали, и Наталья говорит, вот как все это удобно, ну, вот надо отсыпать, надо где-то в дороге. У нас бывают два варианта. Бывают люди, которые, ну, вот вообще коктейли любые не любят, вот просто обычно это мужчины, вот они говорят, мы не любим молочные коктейли, уж если пить, так что-нибудь посерьезнее, чем вот эти вот ваши, вот что-то с молоком, да? И второй вариант – это когда мы, ну, куда-то едем в дорогу, и нам, ну, совсем неудобно ни шейкер с собой брать, ни где-то вот наводить коктейль. Ну, бывают такие ситуации, да? Когда там, допустим, у нас ограничена какая-то ручная кладь, или как-то нам, ну, ненадолго надо отъехать, не набирать с собой сумку шейкера и думать о том, где купить молока. Но мы знаем, что белок в день съесть надо, нам нужно клетку накормить и с чего-то строить, строительство продолжать клетки. И у нас приходит на выручку таблеточная форма, вот очень простая, то есть все мы ее знаем, капсулы, таблеточки, несколько штучек в рот закинул, водой запил, и ты получил свою порцию. Что у нас в компании для этого есть? У нас для этого есть спирулина и хлорелла, мы видим, да? И я сейчас вкратце вам их представлю. Спирулина – это содержит полноценный растительный белок, в котором присутствуют все аминокислоты. Представляете, вот несколько таблеток, вы получили все аминокислоты, которые вам необходимы. И интересно, что в спирулине в 12 раз больше легко усваивали белка по сравнению с говядиной, что делает ее незаменимым продуктом. И особенно это ценно для вегетарианцев и для веганов, да, люди, которые не едят мясо, они пытаются этот белок взять где-то в бобовых, да, но это все равно получается скудный рацион. А вот обогатить свой рацион спирулиной, да, это уже совершенно другая история. И он гораздо легче, чем животное усваивается. Содержание жира в спирулине это где-то 2-4 процента. Это омега-6 жирные кислоты, да, то есть мы еще и получаем полезную омега-6. Плюс к этому в спирулине мы получаем комплекс витаминов. Это витамины А, Е, Ф, витамины группы В, и также, ну, целый ряд микроэлементов. Это кальций, калий, магний. То есть практически несколько таблеток спирулина нам заменили порцию коктейля, да, то есть мы получили и витамины, и белок. Хлорелла. Хлорелла – это уникальный детоксикант. То есть мало того, что содержит растительный белок, содержит огромное количество хлорофилла. Хлорофилла в хлореллю в 5 раз больше, чем в спирулине, да. А что это значит? Это значит, что хлорелла не уступает мясу, плюс к этому она насыщает кислородом наши клетки и повышает гемоглобин. И также содержится группа витаминов. Витамины группы В, витамины Д, минералы. То есть точно так же несколько таблеток хлореллы заменят вам коктейль. И спирулина, и хлорелла также являются отличными антиоксидантами. То есть о свободных радикалах слышали, знаем, да, все время ищем, как с ними бороться. В этом поможет спирулина и хлорелла. Плюс к этому у нас есть еще такие монопродукты, как теорин и л-карнитин. Это тоже аминокислоты, да. И есть такой продукт Противити. Это чистый белок. Это содержание только белка, там нет витаминов. И если вы хотите заменить, ну, сделать такую коктейльную замену, то вы возьмете Противити и любой наш витаминный комплекс. Например, Ultimate. Несколько таблеток Противити, таблетку Ultimate, и тоже у вас полноценная замена коктейля. Будьте здоровы, пользуйтесь этими продуктами и обогащайте свой рацион. Спасибо, Лена, за такую пилюльную альтернативу прям для моего мужа. Потому что он говорит, ну, вот вы говорите, коктейли, коктейли, все у вас типа вкусно. Я вижу, что и ты пьешь их с утра до вечера, и дети пьют, и Евке маленькой 4 года, я постоянно творожок с ними. Ну, вот если бы у вас был коктейль, как в Макдональдсе, густой, вкусный, сладкий, я бы пила. А это все вашу, говорит, химозу пить не буду. Ну, спорить с мышцами бесполезно, поэтому даю ему пилюльки, и он счастлив, говорит. Я такой, а еще сейчас же у нас коллаген есть отдельно. Вот, то я ему говорила, что нужно пить коктейли, потому что коллаген. А теперь коллаген есть отдельно. Вот в таких у нас этих коробочках, сейчас быстренько покажу, мы потом отдельно для него сделаем. И он говорит, ну все, теперь коллаген есть отдельно, теперь ты меня эти коктейли свои не запихнешь. Я буду пить пилюли и так далее. Хорошо, что меня не убило. Вот, итак, давайте теперь про результаты, потому что у нас обалденные результаты на этих коктейлях. Я первым хочу пригласить сюда Надю Вершину. Надя, расскажи, пожалуйста, сколько тебе летит из какого-то города, и почему ты такой фанат коктейлей? Я точно знаю, что ты их, и, короче, везде, везде. Всем привет. Меня зовут Надежда Вершина. Мне 42 года. Сейчас я живу в городе Орел. И я фанат всего Кораллового клуба, всей линейки продуктов. В Коралл я пришла в 34 года. В 34 года я выглядела на 50 лет. Я была килограмм на 15 больше. Кожа у меня была хуже. Я была на гормонах с диагнозом бесплодие. Именно с этой проблемой я и пришла в Коралл. Теперь моей проблемы нет. Есть шестилетний и плачий сын. Медицина не смогла справиться с этой проблемой. А Коралл клуб просто очень легко решил эту проблему. Конечно, я могла бы рассказывать о многих продуктах, потому что я очень их люблю. Вся моя семья их очень любит. Но сегодня о прекрасных наших коктейлях. Витаминных, белковых, вкусных. Мои два сына их обожают. Как мы их пьем? Конечно, они их просят и как лакомство. Но чаще всего, допустим, старший сын, он прибегает из школы, ему нужно что-то перекусить перед тренировкой. Я же не буду давать ему мясо. Я не буду давать ему что-то тяжелое. Хотя ребенок голодный. Ему нужно дать что-то легкое, сытное и полезное. Но так, чтобы он мог тренироваться. Поэтому мы берем шейкер. Мы берем любимый коктейль ванильный. Он для нас самый сытный считается. Быстренько смешали с растительным молоком, с обычным молоком. Можно даже с водичкой. Выпили и побежали на тренировку. Младший сын пьет малиновый коктейльчик. Это его любимый коктейль. Но его нет. Мы его выпили буквально накануне. Я не могла ребенка отказать. Он пьет на полдник. Также просит просто, мама, сделай мне коктейль. Для него это очень вкусно. Я пью тоже как замена какого-либо приема пищи. Может быть, ужин. Может, также, когда очень хочется кушать, но нужно что-то быстро сделать. Мой фаворит – это апельсин и манго. Для меня он и сытный, и освежающий, и фруктовый. Манго для меня – это самый мой любимый фрукт. Я пью его… Вот недавно попробовала с кокосовым молоком. Просто, не знаю, как будто ты где-то сидишь в шезлонге и попиваешь какой-то там шикарный коктейль. Тут тебе и оттенки кокоса, и манго, и апельсин. И при этом ты чувствуешь, как твоя кожа наполняется, тургор кожи становится плотнее и ярче. Так же, как и, наверное, все коралловцы. Я не пользуюсь ни канальным кремом. Вообще для меня это что-то запредельное. Ни пудрой, ничем, никогда. Максимум, что есть в моей косметичке – это тушь и блеск для губ. Все. В общем-то, я считаю, что для своих 42 лет это достаточно такое нормальное достижение, как для женщины. Буквально пару слов я хочу сказать еще об одном нашем коктейле. Это синерджайзер, энергайзер. Просто была такая ситуация, когда он реально очень нам помог. Мы ехали в машине с мужем, и мы очень сильно устали. Но ехать надо было. То есть остановок не должно было быть, что там остановиться где-то кофе выпить или что-то еще. И у меня была вода, и я только что забрала посылку. У меня везла с собой синерджайзер. То есть я в бутылку с нашей коралловой водой добавляю две мерных ложки синерджайзера. Мы выпиваем, и мы понимаем, что у нас буквально появились крылья за спиной, у нас открылись глаза, и мы без остановок дальше поехали. И, в общем-то, замечательно приехали. Я с тех пор рекомендую, не знаю, дальнобойщикам, людям, которые ездят далеко, долго, когда невозможно остановиться выпить кофе. Ребята, возьмите, пожалуйста, этот коктейль. Уж бутылочку воды всегда можно где-то быстренько купить, навести, выпить и поехать без вреда для здоровья. И не иметь, как говорят, кофе, эффект отмены. Что кофе действует, действует. Потом раз, выключилось, и ты можешь просто даже уснуть. Нет, здесь хороший такой пролонгированный эффект бодрости и хорошего настроения. Вот сегодня все, что я хотела сказать. Хотя могу сказать много. Спасибо, Надя. Я вообще забыла про синерджайзера. Мы вот завтра выезжаем в Крым и думаю, быстро надо. У меня как раз есть дома педакан, шепучка. А получается синерджайзерный педакан, получается у нас такая коралловая фанта. Так, я еще знаю, что у нас есть Калтакова Маша. У нее тоже есть обалденный результат. У нас даже есть фотография. Маш, ты здесь, подключайся. Да, добрый вечер всем. Надеюсь, меня слышно. Так, картинку вижу. Меня зовут Мария Калтакова. Я из города Воронеж. Мне 42 года. И, собственно говоря, у меня две веские причины любить наши коктейли Daily Delicious. Первое, вот вы видите на экране, 6 лет назад я весила на 25 килограмм больше и начала свой путь к красоте и стройности с программы 90, где, собственно говоря, куда входил коктейль Daily Delicious. мы заменяли один или два приема пищи. Почему? Потому что коктейли, несмотря на то, что они богаты по составу, витаминами, белком, они низкокалорийные. И, соответственно, это идеальный прием пищи, когда ты сыт, но при этом минимум калорий. И, конечно, результат меня очень порадовал. Я пришла в форму и чему безмерно рада. Вторая моя глобальная причина любви к коктейлю. Вот у меня с собой есть малиновый. Это любимый коктейль моей дочки. И это не просто любимый десерт, который она любит выпить перед сном, но это обалденный завтрак перед школой. Почему? Потому что это мега быстро, то есть не надо варить каши, не надо делать омлеты, не надо что-то там стругать, бутерброды. Пять минут взбили в шекере, все, завтрак готов. Во-вторых, это, конечно же, мега вкусно. Ребенок не иной от того, что мама, я не хочу омлет. Ну, меня так любят поныть. А это очень вкусно. В-третьих, это мега полезно. Конечно, почему? Потому что я абсолютно спокойна за ее состояние. Она не будет испытывать чувство голода. Она получила заряд бодрости с витаминами и белком. То есть я абсолютно спокойная мама и знаю, что мой ребенок выдержит в школе все уроки и придет домой уже на полноценный обед. Ну и, конечно, Daily Delicious High Fiber это мой любимый коктейль в виде эубиотического ужина. Классно принимать вечером, как раз покормить микробиом и почистить кишечник. У меня все. Будьте здоровы. Спасибо, Маша. Боже, как вкусно. Обалдеть. Аж люди текут. Надо, знаете, что... Либо ужином... Ладно, ладно, все нормально. Наши коктейли можно пить и за 2 часа до сна. В этом их прелесть. То есть удовольствие без нарушения каких-то калорий. Итак, я вижу у нас в гостях еще и Таня Стасюк. Таня, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет, откуда ты и что ты нам хочешь рассказать про коктейли? Всем привет. Меня зовут Татьяна. Я живу в Старом Осколе. Мне 57 лет. Ну вот уже рассказали много-много, куда можно применить коктейли. Но еще бывают такие моменты, когда у нас происходят какие-то в жизни неприятности, так назовем их. Например, у ребенка стоматизм. И он не может кушать никакую пищу, она раздражает, ему больно, он капризничает. Пожалуйста, возьмите коктейль, наведите, он с удовольствием покушает и получит все питательные витаминчики и коллаген, еще и белок получит. То есть ребенок будет сыт, вы не будете переживать. Например, ангина у ребенка. То же самое. Если, например, растет зуб мудрости, вы не можете даже приоткрыть рот, не говоря уже там жевать какую-то твердую пищу. Опять же, наш коктейль-выручалочка, просто палочка-выручалочка. Моя знакомая уже рассказывала, как она делала операцию себе. Флюс был большой такой, прям что вот она не могла кушать две недели. И она похудела на коктейлях. Кожа стала вообще фарфоровая, помолодела. То есть она получила два в одном. И если еще, например, говорить, вот коктейли у нас четыре вкуса. Их можно миксовать. То есть найти даже вот любой вкус, на любой вкус. То есть можно шоколад с малиной миксовать. Можно ваниль там, например, с апельсином и манго. Ну, вот разнообразные. Можно добавлять что-то еще по вкусу. Вот мы сейчас поедем тоже. Буду брать с собой вот эти порционные. И просто замечательно. Жара. А еще хотела рассказать. У меня тут моя подружка, которую я называю не бабушка, шесть внуков. Она послушала нашу прошлую встречу, коктейльную вечеринку. И у нее внук настолько, Матвей вдохновился, что сказал бабушка, я тоже хочу такой коктейль. И она купила ему. И теперь он, когда не хочет кушать, сейчас же жара, она ему наводит коктейль, он быстренько выпивает, бежит дальше бегать, играть. И она совершенно спокойна, что он не голодный. Всем здоровья! Это идеально. В жару идеально. Потому что взрослые едят только окрошку, а дети окрошку не сильно. По крайней мере, мои дети нет. Пока они еще не созрели до окрошки. А вот что касательно коктейлей, да. Я вижу, у нас еще есть в гостях Таня Крюкова. Татьяна, расскажи, пожалуйста, в каких случаях ты пьешь коктейли? Здравствуйте всем. Я живу в Москве. Мы пенсионеры. Мне 56 лет. Часто выезжаем с мужем просто в какой-нибудь город попутешествовать. Или на выходные, или в отпуск. Недавно были в Смоленске, в Калуге. И что вы думаете, рано выезжаешь, 5 утра есть, не хочется с собой брать, тоже не хочется. Останавливаться на заправках, мы этого никогда не делаем. Но всегда беру с собой пакетик, всегда беру с собой шейкер, честно говоря, я из дома беру готовый коктейль, который немножко посытнее, и я добавляю туда горсть овсянки, которую я взбиваю в блендере. Это у меня в дороге. А потом, когда проходит 3-4 часа, можно добавить, беру такое молочко с собой, удобно, через трубочку, прямо в движении, все налил, навел, и замечательно. И я еще часто беру такие вещи. Дома у меня вот стоит любимый, только что закончился, шоколад, который идет со всеми вкусами, со всеми добавками, семечками, семена чья. Но что я хочу сказать, мы часто в дороге бываем, перелеты. Пока ты вышел из дома, пока ты дошел в аэропорт, пока ты там все сдал и оформился, на это время. В аэропорту я тоже никогда ничего не покупаю, ни кофе, ничего. А там же еще есть дьюти-фри, как бы ты проходишь, и все, что с собой было, водичка, тебя забирают. Ты должен там что-то купить. Поэтому очень удобно взять вот это все в дорогу. В сумку, в рюкзачок, места мало занимает. Два-три пакетика, а вдруг задержка рейса, чтобы не тратить там большие деньги и есть непонятную еду. Это очень выручает. Ну, то же самое я делаю еще из творога. Добавляю немножко желатина, наш коктейль, взбиваю ягоды, и получается шикарный десерт. Застывает он, ты просто кладезь, ты просто лайфхак. Я даже не подумала, что можно в такой вот разовую порцию взять и в самолете. Не на всех рейсах кормят. Да, они не на всех рейсах кормят, а если сейчас, вот я сейчас лечу в Краснодар к детям 27-го числа. Ну, как бы я летаю хотя бы сейчас раза два в год, раньше чаще. Но все равно дает какую-то непонятную булочку, масло и еще что-то там, яблоко, шоколадку маленькую и кофе. И смотришь просто, ну, я отказываюсь от этой еды. Есть за два часа лета, тоже не хочется, а бы что, чтобы потом не схватил желудок, я хочу сказать. И опять же, время. Вы вышли из дома, попали в аэропорт, это как минимум час-полтора в дороге. В аэропорту до посадки еще час, лететь еще два часа, потом к месту прибытия, грубо говоря, еще ехать час. Вот и посчитайте, в среднем шесть часов. Обалдеть. Спасибо тебе за то, что ты с нами поделилась такими здоровыми результатами, прям открытие. А вот эта штука много места не занимает, я хочу сказать. И разрешают в аэропорт пронести только нераспакованное, вы же тоже сейчас очень все осторожно. И бутылочка воды, на крайний случай, если не хотите с молоком, то маленькая бутылочка воды 0,3, 300 грамм, я имею в виду. Всегда можете взять все развести. Пусть завидуют. Пусть завидуют. И я сейчас вижу в наших гостях есть Ира Александрова. И расскажи, пожалуйста, как ты любишь пить коктейли? Действительно ли это один из секретиков твоей молодости? Да, Тань, ты знаешь, я хотела сказать, что занимаюсь спортом не профессионально, а просто на тренировки хожу и заметила разницу до 40 лет. Поприседаешь два-три раза на тренировке и уже ты видишь, что мышцы подтянулись, все, в общем, как-то по-другому. И потом я заметила, что после 40 уже нужно подольше потрудиться. И я начала, конечно, читать, что это нужно не только спорт для красивого тела, нужно питание. Поэтому, что альтернатива белкового питания нашей коктейли, шоколадный, это моего сына любимый коктейль, мой апельсин манго. Сейчас, в принципе, я все вкусы люблю. Таким образом добавляю белок. И еще хочу про разгрузочные дни сказать, потому что когда бывают алкогольные встречи с друзьями или когда на природе, когда загрузочные дни, хочется на следующий день разгрузиться. И вот такие коктейли помогают провести такой разгрузочный день, но два раза достаточно навести коктейль. я смешиваю с Daily Delicious High Fiber и такой вот у меня легкий разгрузочный день получается. Вот. Ну все, когда там у нас ближайший праздник? Первого сентября будем отмечать, а второго сентября будем разгружаться. Мне нравятся фразы Ирины загрузочные дни. После загрузочных дней будут разгрузочные дни. Так, я вижу у нас в гостях еще Роза Леетта. Роза, расскажите, почему вы рекомендуете пить наши коллагеновые коктейли? Так, Розочка, вы у нас здесь или нет? Я вроде бы вас видела, поэтому представила. Если нет, тогда я расскажу про свой результат. Всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Возалия Лейта, город Воронеж. Мне 64 года. Почему я рекомендую вот эти все продукты? Ну, я в медицине много лет, именно работаю в акушерской гинекологии. Мне нравятся женщины, особенно с кузиками. Вся моя жизнь с ними. И, естественно, такая работа, сами понимаете, оторваться невозможно. Так вот, на перекусах очень хорошо помогает вот такой коктейль. Я туда чуть подальше скажу шикарные результаты. И еще, что я рекомендую. Вы сегодня все знаете, слышали, у всех есть пожилые родители. Начинается у нас раннее старение. Оно уже по гормональному статусу начинается раньше, нежели если 20 лет назад брать. Почему? Это признаки раннего старения, когда у женщины происходит непроизвольное мочеиспускание. То есть, недостаток белка, недостаточность строительного материала, вот такие делают признаки. Это не всегда приятно в дороге, не всегда приятно, если где-то человек бывает среди людей, и вы таких женщин можете отличить. Они не виноваты, просто у них вот такое, получается, такое состояние организма. Очень хорошо вот выручает такой коктейль. Сами понимаете, когда уже и желудочно-кишечный тракт в таком возрасте, и гормоналка страдает, естественно, очень хорошо будет помогать. Посмеялась чуть-чуть, где-то громко-громко, где-то тяжести подняла там, где-то чихнула, и уже женщина чувствует. Приходят на прием такие женщины, и вот их сразу видно, слышно, и они сразу жалуются врачам. Значит, работающим пенсионерам, те, кто работает и не пенсионер, очень хорошо на перекус. Мне всегда нравится апельсин и манго, очень нравится. Но в отличие от всех впереди сказанных девочек, все поддерживаю, но я развожу только водой. Только коралловой водой, еще, как Танечка сказала, пентакан, это просто убойная сила, можно сказать. Это настолько энергию поднимает, настолько насыщает организм, именно как питательная среда. Ничего другого не надо. И когда я перед самый шикарный результат нашего омоложения, что у нас есть продукт не только восстанавливающий, но и подтягивающий, проходя программу, я ездила отдыхать, проходя программу детокса, проходя программу кололады лайк прошла, и между ними у меня был коллаген. Вы знаете, какой шикарный результат? У меня кожа, вот сегодня, да, меня спрашивают, а у тебя целлюлита почему-то нет? Вот встречаюсь, вот знакомлюсь, мы же все знакомимся, мы люди такие, нам же надо поделиться тем хорошим, что у нас есть. Вы знаете, я за 14 дней отдыха на горячем, жарком солнце всего два раза маслом, специальное масло такое, да, для загара смазывала свою кожу. Я сейчас приехала, смотрю на свои блестящие коленки, на свои блестящие, все мои части тела, которые открыты, когда иду сейчас на работу, белый халат, там все, слушайте, а кожа какая-то другая. Я говорю, ну извините, я же, простите меня, на каких программах побывала перед тем, как ехать отдыхать. А еще хотела бы, девчонки, добавить, очень у меня любит внучка, когда приходит ко мне на выходные, как десерт, со всеми ягодами и со всеми фруктами, любыми, смешивать, просто замечательно. Еще ведь бабушка, чтобы пенка была. А еще вот очень хочу сказать, вот такая шока спирулина, всем детям, всем внукам, всем. Внучка занимается спортивным ориентированием, бабушка, батончики. Шока, а где шока спирулина? Половину съедай, ты, говорит, бабушка, я тебе шепотом скажу, я полдня есть не хочу, когда половину съем. Я говорю, маме смотри, не скажи. Она же тебя все равно заставит обедать. Поэтому вот это всегда с собой, везде, вот это всегда с собой, везде. У меня сумочка дамская, там всегда эти две вещи. Ну и кроме того, что это пентакан обязательно, и наш коралловый кальций обязательно. Вот эти все продукты, это всегда в сумочке дамская меня лишат. Потому что без этого никак. кожа на самом деле после программы, где я применяю именно когда нужен перекос, днем, когда идет программа, когда нет насыщения обыкновенную еду делать и готовить. Я же рабочий человек, поэтому на работе вот это самая лучшая вещь. Поэтому омоложение, продление молодости, кому надо, чтобы вы были бодры, энергичны, как говорит наша завполиклиника. Если ко мне идет Роза Михайловна, то я слышу по шагам, что это идет. Спасибо, Роза. Вы прям как всегда внахновили. Действительно, очень важно в этом положении, в акушерстве, гинекологии эти продукты используются 100%. И так как у нас снижается вот этот порог слабости, уже начинают не в 60 лет это чувствовать, а троих родил, и ладно, уже там все вываливается. Поэтому, конечно, подтягиваемся. У меня есть еще собственные результаты. я сейчас хочу, чтобы мы посмотрели с вами на фотографию. Первая фотография на слайде мы увидим это мой папа. Он после, у него уже было 4 инсульта, получается, за 3 года. И вот вы видите результат до и после. Я сейчас расскажу, до этого вообще мой папа всю жизнь занимался хлебом. Это хлебный магнат, хлебный бизнес. Естественно, это всегда пробуешь продукцию. Ты всегда, у меня еще папа такой, что, как и мы, продукт своего продукта. То есть, если он производит хлеб, то он должен есть только хлеб. Ну, к чему это все привело? К закислению, к большому пузику, к цвету лица, хлебного такого, нездорового, да, кислая кровь, то был инфаркт, потом инсульт. И, соответственно, что попал в реанимацию, уже 4 раза не был. Ну, естественно, что в реанимации. Питание через зонт. Вот вы видите на средней фотографии зонт. Я удивилась, какое ужасное питание у нас в больнице. Вот для как, как это, инсультников, у нас третий этаж, как оно называется, даже не знаю. Желых больных в реанимации. Да, но в общем смысл. Нет, потом уже выписывали в палату, все равно зонт стоял. И кормят чем? Девочки, вы не представляете, детским яблочным пюре, вот из баночки, да, потом пюре картофельное. Ну, то есть все, что нельзя. Ну, то есть полностью углеводное питание. И я думаю, что такого жидкого у нас есть? Что такого жидкого? Все, коктейли. С утра до вечера заливали ему эти коктейли, плюс еще много наших коралловских продуктов. Естественно, выписался он через 14 дней после реанимации с идеальными анализами. Сахар в норме, белорубин, гемоглобин, все идеально, плюс подтянулась, стала нулевая печень, то есть идеальная. Теперь он у нас отлично загорел, и на последнем фото, видите, он выглядит лучше, чем он выглядел до четырех инсультов. То есть кожа идеальная, как будто на море побывала, это значит, что печень у нас полностью в норме. То есть это для тех, кто думает, чем вот взрослые родители порой, ну и там, может кто-то без зубов, не может есть, капризничать и так далее. Говорят же, что стар, что блат. Вот, и мой, да, второй, тоже вот, опять же, беремяшка, почему я этот результат очень люблю, когда Роза рассказывает, потому что у беременных организм не поддается никаким вообще законам. То есть он идет своей жизнью, своими гормонами, своими отеками, непонятно откуда, но меня выручила именно вот тот момент, про который сегодня рассказывала Снежана. Если у вас отеки, вам не хватает белка, нету того мужчины, который ждет в каждой клетке. И я начала безумными дозами потреблять наши коктейли. Молоко я тогда на дух не переносила, беременные женщины капризны, я его пила только на молоке, ой, на воде, вот, плюс противити по 10 штук в день. И, конечно, это все на коралл-детоксе, на вот этом вот нашей коробочке, да. И посмотрите, я во время беременности похудела, представляете, похудела, врач был в шоке, он говорит, Таня, тебе надо набирать, а я свой жир переработала в ребенка. И, короче, вот такая у меня была веселая история. Вот, поэтому, подытоживая сегодня вебинар, я хочу вам сказать, что ту информацию, которую вы сегодня узнали, это огромное счастье, огромная радость, когда ты думаешь, ну, как выжить? 8 миллиардов людей на земле, еда, ну, не к черту становится, ты начинаешь ее добывать, хорошо еще в маленьких городах, вот где я живу, есть фермерская еда, в мегаполисах ее днем с огнем не сыщешь, мясо розовое, молочка вообще никогда не киснет, помидоры помидорами не пахнут, яблоки не желтеют, да, они коричневеют. И вот наше питание, то, что мы сегодня вам рассказали, выбирайте, либо это пилюльки, либо это вот наши коктейли. Всем спасибо, я думаю, что из-за того, что у нас были перерывы сегодня, мы вот эту запись, последний кусок выложим в чате, мы в эфире, чтобы вы все посмотрели, досмотрели этот вебинар, потому что вначале у нас было очень много участников, еще раз перед всеми извиняюсь, что так получилось, но мы всегда идем вам навстречу, до встречи вашему здоровью, поэтому ждите запись в чате, мы в эфире. Всем пока! Спасибо!